Уважаемые любители футбола, Барселона начинает готовиться к взрыву трансферного рынка. Каталонцы пойдут на всё, чтобы перестроить команду и, наконец, взять Лигу Чемпионов. Об этом и других новостях футбольного мира в нашем обзоре. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Барселона хочет и Гризмана, и Неймара. Реал закупил вагон новых игроков. Впереди ещё один, максимум два трансфера. А пока что пальму первенства по новостям перехватила Барселона. Сейчас каталонцы ведут активные переговоры по возвращению Неймара. По слухам, он готов пойти на все выдвинутые Барсы условия, чтобы вернуться. А именно публично извиниться за скандальный переход два года назад в ПСЖ и отозвать свой иск о взыскании синегранатовых 26 миллионов евро за продление контракта в 2016 году. Кстати, наши надёжные друзья из One X – это настоящая команда профессионалов с быстрой и качественной работой. Широкая линия на любые спортивные исходы. А также множество выгодных бонусов по нашему промокоду. Вся информация под видео. Спорт С утверждает, что Ней даже не намерен возвращаться в ПСЖ для прохождения предсезонной подготовки. Барселона готова предложить парижанам 100 миллионов евро. Каутинью в придачу, Ира Кисича или Умтити на выбор. По инсайду Спорт С Ней отправил сообщение нескольким игрокам Барсы. Плюс выразил готовность публично извиниться перед болельщиками Барселоны. «Расслабьтесь, я вернусь!» Правда, другое французское издание сообщает, что Парис Инжермен не собирается расставаться с Неймаром и отклонила запрос Барселоны. Ух, похоже, этот сериал никогда не закончится. Одновременно с этим не закрыт вопрос по Антуану Гризману. Ранее появлялась информация, что Барселона откажется от трансфера француза или же приобретет его и сразу же включит в сделку по Неймару. Но тот же Спорт С пишет, что президент каталонцев Хосе Бартамео хочет видеть в команде и того, и другого. Как Барселона собирается при этом вписаться в финансовый фейерплей – большой вопрос. Ах да, еще Барса была готова отдать за защитника Милана Олесио Романьоли 40 миллионов евро. Но пока что Рассанери ответили отказом. Зато вместо Неймара из ПСЖ может вернуться Дани Алвес. 36-летний бразилец объявил о своем уходе из клуба и связался с представителями Барселоны, чтобы обсудить возможный камбэк. Парис Энджермен хочет подписать ПП Судя по всему, парижане ищут замену Неймару. Лилю готовы предложить 85 миллионов евро за нападающего Николя ПП, который произвел фурор в прошлом сезоне Лиги 1. Но тут ПСЖ придется выдержать борьбу со стороны Интера, Атлетико, Ливерпуля, Манчестер Юнайтед, Арсенала и Баварии. Притом Интер и Атлетико предложили по 90 миллионов. Лиль близок к получению огромных денег, особенно учитывая то, что всего два года назад клуб купил ПП у Анже за 10 миллионов евро. Манчестер Сити перехватил Магуайра у Ман Юнайтед Ранее МЮ отказался платить Лестеру более 45 миллионов евро за защитника сборной Англии. Теперь Харри гораздо ближе к Ман Сити, который готов выложить за него 73 миллиона. Правда, Лестер хочет урвать куш пожирнее и получить за своего лидера обороны 90 миллионов. Кстати, Аякс, скорее всего, вернет в Голландию нашего старого знакомого Квинси Промеса, который несколько лет зажигал в Спартаке. Голландские СМИ утверждают, контракт подписан, и скоро о трансфере будет объявлено официально. Ювентус хочет забрать Матейса Деликта По той же схеме Юве пытается сорвать сделку по переходу Деликта в Парис Анжермен. Уже больше недели СМИ пишут о том, что этот переход — почти решенный вопрос. Но Сари очень хочет подписать нового защитника с сильным пасом, и Деликт — первый в шорт-листе. Как пишет Футбол Италия, Юве постарается закрыть сделку по нему и Робьё уже на этой неделе. Старая Синьора предложит Аяксу 70 миллионов, а самому игроку — 20 миллионов в год. Друзья, а сколько вы получали в свои 19 лет? Пишите в комментариях. Заранее спасибо. Джан-Луиджи Буфон может перейти в Литц Неплохой шаг легенды не находите? Джиджи всерьез намерен попробовать свои силы в Англии, хоть и не в АПЛ. Пока переговоры находятся на начальной стадии. Также в услугах Буфона заинтересованы Порту, Аталанта, Флуминенце, Парма и Бреши. Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч! 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 До новых встреч!